доброе утро друзья с вами Юрий Авилов сегодня у нас суббота 24 августа уже лето у нас заканчивается календарное а мы с вами на улице Ленина 8 утра вот впереди у нас как раз идет дорога на Комсомольское озеро вот вниз мы спускаемся по Краснофорской там мы спускаемся и попадаем на наше Комсомольское озеро а впереди видите там дома вам видно вот на заднем плане это северо-западный район ну сегодня мы что планируем сделать прогулку по городу Ставрополь такую очередную утреннюю прогулку а у меня кстати есть еще и утренняя пробежка сюда из-за этого время кстати друзья 24 минуты это я от Ворошилова делаю такую пробежку вот сейчас у нас прохладно хорошо ну сегодня обещает 30 градусную жару уже это четвертый или пятый день у нас вот такая температура друзья очень не очень жарко не то слово в общем то дома кондиционер не мешает а наоборот привет это вот пассажир бывший пассажирка и вообще этот район называется район пассажирка ну а что лето заканчивается друзья наверно вы видите везде полно листвы каштаны у нас вообще уже пожелтели вот такая утренняя прохлада вот по этой прохладе мы с вами сегодня и совершим вот такую прогулочку по городу Ставрополь сейчас мы все находимся в промышленном районе города Ставрополь а переди у нас улица Льва Толстого мы ее пересекаем там у нас находится кадетское училище и собственно говоря и там у нас уже другой район это у нас будет уже Ленинский район вообще у нас три района здесь есть еще и Октябрьский но так постепенно мы сейчас пройдем с вами по трем районам промышленному Ленинскому и Октябрьскому а пройдем центр города ну наверное друзья знаете что недавно с моря приехал я шестой день только дома много собралось таких видеороликов морских к сожалению интернет все таки слабого ты был гостиницы Виктория в архипаусиповке и пришлось так постепенно все свои видео загружать уже дома кстати я сейчас делал пробежку и по улице до ватарцев просто меня остановили это в районе западных подстанкций говорит вот и Юра бежит я посмотрел и незнакомые два мужчины стоят я вас не знаю я работал с вами или что говорит вы с нас и не можете знать мы просто зрители вашего канала смотрим ваш канал в архипаусипка тоже ко мне мужчина подходил мне там съемочка чуть не получилось я с камерой разбирался он говорит да я вас знаю так что я снимаю город Сарополь друзья снимаю Черноморское побережье может кому-то это не нравится канал у меня развивается все нормально не надо там через третьих лиц кому-то там писать говорить что вот он надоел с этим морем и все остальное кому-то надоело кому-то наоборот интересно кому-то нравится но я люблю на море ездить просто такая небольшая прогулочка бывает по разным поселкам городам краснодарского края а там если все получится может еще и в крым попадем вообще-то не знаю мне канал такой позитивный друзья чем он у вас не устраивает некоторые я просто мне вот просто это непонятно ночью мне там писали что я там где-то знаки припинания неправильно ставлю еще что-то я так не делаю что я плохо в школе учился да нет я хорошо в школе учился отличником не был но хорошо учился у меня по литературе пятерки были по программе немецкого языка я экзамен сдал на четверку и по другим предметам не были четверки пятерки а литературой вообще увлекался очень много книг прочитал и не до сих пор читаю и люблю таких русских писателей как пушкин лермонтов толстой и других так ну вот разделение улиц пошло вернее эта улица разделять не улиц друзья извините разделение района вот по левую сторону промышленный по правую сторону ленинский вот мы сейчас с вами пойдем по ленинскому району города ставрополь ну самое интересное что я сегодня в ночь друзья работал и сегодня даже ночью у нас жарко было кстати на улице мира старопольчане у нас продолжают укладывать дорожное полотно стелят асфальт от достоевского до маяковского я там произвел отключение контактной сети очень такая масштабная идет работа там ну от росковой до маяковского сегодня должны вверх к маяковску поселить новый асфальт уже уложен у нас тротуарные дорожки сделано можно на плитка то так вот это это район пентон его называется почему так называет спешу это суд у нас вот с левой стороны дома идут а с правой стороны у нас летное училище бы раньше было сейчас это кадетское училище смотрите как леса обсыпалась я так скажу что в городе спокойней стало даже было училище связи а мы кстати и пойдем сейчас мимо училище связи там сейчас воинская часть это на артема а вот на ленина это было летное училище здесь не кстати одноклассник закончил это летное училище и сейчас у нас здесь учатся кадеты вот раньше не здесь караул по периметру ходили часу просто ведется видеонаблюдение всего под видеонаблюдения в общем-то я на море поехал вот думал в эти дни именно вот смотрела прогноз погоды что будет 23 градуса ну видите вот жара такая жара невыносимая кстати ночную смену работу скорая дна за одной мотается все таки у кого давление неплохо переносят жару и людям просто на просто плохо лучше смотреть а вот видно у нас это панорама вот есть минут 9 23 градуса цельсия вот сейчас 23 градуса 10 часов ночи именно когда я поехал на улицу миру мы спустились ниже октябрьской революции первой школе вот там показывала 29 градусов цельсия вот такая жара вот такой у нас городок друзья многие мне пишите что мы имеем желание переехать ваш город вот здесь мы даже были нам здесь понравилось но почему здесь не не должно нравиться есть тихо спокойно это далеко не ростов и краснодар которые города миллионники краснодар и я могу вам так сказать что там намного жарче намного душнее у меня там просто кум живет он туда переехал говорит Ставрополь лучше но я не могу назад переехать ну что я переехал туда говорит из-за жены комфортно хорошо у нас население у нас не так много друзья чтобы я вам сказал там кстати опубликовали новые данные население у нас прибавляется то были данные на 2018 вот кому интересно можете зайти посмотреть и посмотреть уже новые данные на 2019 год вот еще машин у нас мало все еще спят отдыхают сегодня субботний такой день у нас августе до жарки у нас даже вот первая половина до жалко почему-то было прохладно сюда август месяц городе старуха жарки это всегда так было ну вот мы подходим к улице ломановского вот знаменитый наш самолет я вам говорил его даже хотели убрать когда начали здесь реконструкцию здания делать ну все-таки горожане настоялись чтоб именно самолет этот остался это ведь достойная примечательность нашего города так 11 секунд 10 9 но я думаю мы успеем 7 6 5 4 3 2 1 и 0 успели ура вот эта улица ломанас да друзья весь наш город вложен тротуарной плиткой но я думаю это еще и кучу киска сейчас холодки хорошо а мой агрессор с утра за мной ходил корма не укончился сухой сейчас после съемки пойдем корм покупать здесь 25 градусов показывает на время 804 тихо прохладно хорошо вот такие вот парковочки везде сделали они платные вот это 6 радиов 60 лет в лксм нет комсомольцем я не был я был комсомольца только в армии я был не достоин быть рядах всезоюзного ленинского коммунистического союза молодежь военкомате когда время с другом призывали сану маяку если выписали нам комсомольские билеты впереди астроном пушкинский это у нас за технический так все музыкант проехал это у нас д.к. концертный зал это вот за техническим здесь что у нас сельхоз потихоньку город просыпается ну вот судейский проспект подрастают деревья вот написано выгул собак запрещен ну их вообще не должны наверное здесь выгуливать потому что это все-таки центр города такое здание вот сколько настроилось друзья не знаю лет 10-12-го точно это сама территория аграрного университета молодостроном пушкинский впереди улица пушкина замечательного русского поэта который я просто обожаю ну давайте мы с вами вниз не пойдем пойдем по улице пушкин и плавно мы пойдем потом по улице морозова и выйдем на улице артема вот троллейбусы наши уже перевозят горожан кстати троллейбус у нас ходит в две смены до десяти вечера ну а граждане нашего города уже наверное вы знаете что у нас уже с 20-го числа ходит троллейбус номер 4 планировалось с 15-го числа нет планировалось сначала с 26-го числа потом сказали с 15-го числа но 20-го числа уже троллейбус номер 4 у нас перевозят горожан чуть маршрут изменился так пока маршрут еще накатывается но тем не менее уже я вот вчера шел на работу во всяком случае сидячие места были заполнены вот это улица пушкина вот прямо если туда мы пройдем значит там мира лермонта верхний рынок это ленина вниз продолжается нам зеленый вот ломбард вообще-то у нас был здесь золото раньше продавали во времена моей юности мне даже знакомая здесь работала вот здесь был цветочный рынок вот было много обсуждений что здесь будет ну вот что здесь друзья стало первоначально говорили что здесь просто будет парковка а потом вот сделали вот такое красивое место не знаю зачем вот с утра когда все спят включать музыку здесь развлекаться ну зато вот стала здесь цветочная лампка удача ну зато вот ворота 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 вы